Приветствую всех слушателей. Я Татьяна Юрова. Это проект Путь от новичка до топ-лидера. И сегодня со мной на связи лидер компании Armel. За год работаю стремительный рост в карьерной лестнице и этот лидер делает акцент в работе на работе онлайн и на создание дублицируемой системы. О том, как он пришел в бизнес и как ведется бизнес, он расскажет нам сегодня сам. Так, со мной на связи Артем Тимофеев. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Рад приветствовать всех, кто слушает данную запись. Меня зовут Артем Тимофеев, как уже представили. И я являюсь одним из лидеров компании Armel. Хочется рассказать немножко свою историю. Как я пришел в этот бизнес вообще, что я здесь увидел, какие перспективы в компании. На самом деле началось все с того, что я, как и многие, работал на обычной работе, на работе по найму, инженером, получил высшее образование, пошел и устроился на работу инженером. Зарплата была даже для нашего небольшого города довольно средненькая. То есть, как я думаю, и у многих это 15-20 тысяч рублей в месяц. И ее хватало, ну, едва-едва, чтобы сводить концы с концами. Иногда, естественно, влазить в долги, то есть жить из зарплаты до зарплаты. Я так прожил около полутора лет. И потом в какой-то момент просто я понял, что то, чем я сейчас занимаюсь, в конечном итоге не приведет меня абсолютно ни к чему. То есть, для того, чтобы это понять, недостаточно было просто посмотреть, поднять глаза и посмотреть за соседний столик на работе, где сидел довольно пожилой человек уже, то есть претензионного возраста, с зарплатой 25 тысяч рублей. То есть, также проработавший всю жизнь инженером. И я просто для себя в тот момент решил, что нет, нужно что-то срочно менять, нужно что-то искать новое, нужно искать какие-то новые возможности, потому что, ну, наша жизнь одна, и у нас не будет в 50-60 лет кнопки просто reload, перезагрузить свою жизнь и начать ее заново, если мы поймем, что что-то делали не так. И мне очень повезло, я считаю, что я это понял не в 50 лет, а всего в 25, даже в 24, и решил искать новые возможности. То есть, за поиском этих возможностей я начал что-то искать в интернете, разбираться, нашел индустрию MLM вообще, сетевого бизнеса, попытался что-то изучить, понять, разобраться. И так получилось, что предложения начали поступать, по сути, сами от различных компаний. В тот момент меня очень привлекла одна компания, которая развивалась в нашем городе. Ну, соответственно, я встретился с представителями и начал потихоньку вообще вливаться в эту индустрию, что-то понимать, осваивать, изучать. То есть, это был довольно долгий процесс длительный, так как человек, который никогда не сталкивался с индустрией сетевого маркетинга, бизнес, и ему кажется, что вот сейчас все произойдет быстро. Вот буквально месяц, два, три, полгода, год, и я богат, я миллионер, и все будет просто суперкруто, там у меня будут сотни тысяч людей, мне стоит только рассказать о своем предложении всем вокруг, и все за мной пойдут, потому что, ну, это уникальная возможность, это суперкруто. Но на практике ведь получается совсем по-другому. То есть, человек горит, человек начинает этот бизнес со днем в глазах, но так как он еще не является профессионалом своего дела, так как он не знает очень многих моментов, то есть он пытается одним энтузиазмом зажечь людей, но они его пугаются, они от него отворачиваются, они говорят, да то что, кто вообще тебе такой сказал, что за бред, да у тебя ничего не получится, да заканчивай там фигней всякой заниматься, давай лучше как все, вот зачем ты там пытаешься что-то делать и так далее. То есть происходит, по сути, демотивация человека. И многие люди на этом начальном этапе, то есть первый буквально месяц работы, они сдуваются. Они говорят, да на самом деле, да, наверное, все-таки это не работает, и они уходят из этого бизнеса. И остаются в нем лишь те, которые твердо в себя верят, которые верят в свой успех и которые четко ставят цели и двигаются к их достижению. Артем, вот скажите, вот когда вы познакомились с сетевым бизнесом, почему вы все-таки пришли к решению, что начнете этот бизнес, да, попробовать себя в этой сфере, а не прошли мимо и подумали, как большинство, что все это ерунда. Что вас зацепило? Ну, на самом деле, спасибо, очень хороший вопрос. На самом деле, я даже в тот момент, когда работал по найму, я еще развивался в нескольких сферах параллельно. То есть я занимался в сфере футбола, то есть был руководителем и сейчас являюсь руководителем футбольной команды. Мне очень нравится это направление, это мое хобби. Но в то же время я понимал, что больших денег, да и в принципе денег в этой сфере практически не заработать, ну, на том уровне, на уровне нашего города, района, края. То есть это как хобби шло. Соответственно, еще я занимался и занимаюсь, в принципе, до сих пор политической деятельностью, выдвигался, был кандидатом в депутаты нашего города, но в то же время, поработав, ну, даже не поработав, пытаясь развиваться в этой сфере. Несколько лет я понял, что довольно специфическая такая сфера деятельности, в которой, ну, чего уж греха таить, очень много грязи, сплетен, вранья, обмана и так далее. То есть, ну, далеко не каждый сможет развиваться в этой деятельности. И я понял, что, ну, тоже это не совсем то, что мне хочется, что мне нравится, что в конечном итоге приведет меня к успеху. Ну, соответственно, работа по найму, она отпала сама собой, так как, опять же, я довольно свободолюбивый человек, который, ну, не очень любит, скажем так, быть привязан к жесткому графику, который в то же время очень любит путешествовать и который, опять же, абсолютно не любит начальник. И в этом бизнесе я увидел как раз все эти возможности. То есть, я увидел то, что наш доход может быть абсолютно не ограничен, то есть, он не лимитирован какой-то планкой, то есть, все зависит от личных усилий, потому что, когда я работал по найму, мне было все равно, какой объем работы я сделаю. То есть, мне главное было все правильно отчитаться, да, подать отчеты. И я не мог перевыполнить работу, я не мог заработать больше, то есть, при всем желании, я не мог на этой работе заработать 50-100 тысяч в месяц, даже если бы я работал там 25 часов в сутки. Здесь же я понял, что при грамотном построении этого бизнеса ничего не мешает лично мне заработать через год, через два, через три, 100, 200, 500 тысяч рублей в месяц. И меня это очень привлекло. Ну и помимо этого, сама возможность планировать свое время, планировать свой день, как это удобно. То есть, я сейчас в любое время, по сути, могу поехать туда, куда мне хочется, в любое время, в любой день. То есть, мне не нужно ни у кого отпрашиваться, мне достаточно подстроить свой рабочий график, свой ритм жизни так, как мне нравится. То есть, мне для этого, по сути, достаточно телефона с выходом в интернет, ну и в некоторых случаях ноутбука. Это, в принципе, все то, что меня держит, все, что меня привязывает к рабочему месту. То есть, у меня нет абсолютно никакого графика, я считаю себя в данный момент абсолютно свободным человеком. И на самом деле это большой кайф. И я считаю, что люди приходят в сетевой бизнес именно вот по этим двум причинам. Что первое, они видят перспективу больших денег, больших доходов. И второе, они видят перспективу свободы. Потому что, как правило, в работе по найму, да, и в каком-то классическом бизнесе у людей ведь есть две проблемы. Первая проблема – это нет денег. То есть, люди работают, может быть, не очень много, у них достаточно времени, но у них абсолютно нет денег для того, что они хотят. У них нет денег купить новую машину, нет денег купить квартиру, ну и так далее, да, на удовлетворение своих потребностей, нет денег путешествовать. А вторая проблема, которая также не менее распространена – это то, когда у людей нет времени. То есть, это, например, туп-менеджеры крупных компаний, это руководители собственного бизнеса, может быть, или руководители каких-либо организаций. Они, в принципе, довольно неплохо зарабатывают и зарабатывают хорошие деньги, но в то же время они не могут полноценно насладиться жизнью чаще всего, потому что они с утра до вечера в работе, они с головой погружены в эту работу, в эту волокиту. Это постоянные нервы, стрессы, переживания, боязнь лишиться хорошего рабочего места, боязнь за какую-либо проверку, например, своего бизнеса или со стороны своего начальства. То есть, боязнь быть уволенным, и это, опять же, постоянные стрессы, они, как правило, не очень хорошо сказываются и на здоровье, и на эмоциональном состоянии человека. Поэтому вот эти две проблемы, они очень хорошо и очень легко решаются с помощью сетевого бизнеса. Поэтому, на мой взгляд, это вот, как бы громко это ни звучало, это идеальная модель бизнеса. Артем, давайте вернемся к вашему началу пути в вашем бизнесе, да? И скажите, пожалуйста, вот с какими трудностями вам пришлось столкнуться в работе за это время, и как вы с этими трудностями справлялись? Ну, на самом деле, основные трудности, я думаю, что 90% людей, которые приходят с сетевой, основной трудностью испытывают то, что окружающие начинают говорить плохо, кто-то не понимает, кто-то не верит. То есть мы слышим постоянные аргументы, что это не работает, что вот тебя обманут, займись нормальным делом, устройся на работу, ну и так далее. То есть я через это все прошел. Первые месяцы в сетевом бизнесе я работал на износ, то есть я проводил встречи, рассказывал людям об этом бизнесе, но эффекта практически не было. И, естественно, я со стороны многих друзей, со стороны родственников, со стороны родителей, я слышал упреки, слова, что все, хватит заниматься фигней, это все не работает, у тебя ничего не получится, ну и так далее. Потом, когда в итоге я поменял компанию, пришел уже в компанию Ормель, первые тоже пару месяцев пока еще не было результата, или там результат был небольшим, там в районе двух, трех, пяти, там десяти тысяч в месяц. Мне, опять же, все, вплоть до самых близких, вплоть до родителей, постоянно упрекали меня в том, что вот ты сидишь без денег, пойди устройся на работу, все равно ничего не выйдет, все равно ничего не получится и так далее. Но я пропускал это мимо ушей, потому что я конкретно знал, какая цель и каким образом я буду этого добиваться. И когда спустя месяцев пять, наверное, работы в компании, я принес уже хоть какой-то осязаемый заработок, там около 20 тысяч рублей за месяц, 18-20, если честно, точно не помню. Но уже немножко по-другому начали смотреть на это даже родители, то есть они сказали, что, ну, неплохо, да, когда там уже миллионером станешь. То есть уже немного поменялось отношение, они увидели те деньги, которые я примерно зарабатывал на работе и поняли, что в этом на самом деле есть перспектива, есть потенциал. И вот после этого уже в течение практически года я ни разу не слышал упрека, чем я занимаюсь и так далее. Наоборот, все больше людей спрашивают, все больше людей интересуются, все больше людей просят научить, как это сделать, потому что люди видят успех, люди видят результат, и люди хотят так же. То есть они понимают, что на самом деле это работает. Потому что когда людям показываешь своим результатом, что вот год назад у меня не было ничего, а через год я добился того-то, 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 это многих цепляет, и, повторюсь, многие хотят так же. Артем, вот как вы поменялись как личность, да, вот пока развивались в бизнесе, и что, по-вашему, в этом сыграло решающую роль? Как личность? Ну, я лично считаю, что главным плюсом в сетевом бизнесе является то, что человек растет как лидер, потому что лидерство – это такая вещь, которая не дается никому при рождении или не дается никому в раннем возрасте. Это то качество, которое нужно вырабатывать и формировать. И сетевой бизнес именно позволяет вырастить в себе лидера, позволяет совершенствоваться, работать над собой, потому что по-другому добиться успеха в этом бизнесе практически невозможно. То есть для того, чтобы расти, для того, чтобы добиваться высоких результатов, нужно быть примером для подражания. Нужно показывать людям их конечную цель, вести их к этой цели, постоянно работать с людьми. То есть этот бизнес вырабатывает, на самом деле, множество навыков. Это и навыки психологии какой-то, потому что всегда нужно с людьми общаться, нужно уметь человека выслушать, поддержать, дать ему совет какой-то, возможно, мотивацию, возможно, помочь ему с решением его проблем. В то же время это формирование каких-то даже навыков планирования, экономики. То есть это настолько многогранный бизнес, в котором недостаточно быть только хорошим психологом, или только хорошим экономистом, или только хорошим спикером. То есть это все необходимо совмещать в одном лице. Например, я вспоминаю, как я говорил на аудитории год-полтора назад, ну и, на мой взгляд, это было ужасно, потому что я смотрю некоторые записи, я смотрю некоторые свои, опять же, выступления, и я понимаю, что за вот эти год-полтора серьезного развития в бизнесе прогресс, он очевиден, прогресс налицо. И в то же время, помимо публичных выступлений, навыков публичных выступлений, каких-то школ, презентаций, обучения людей, я считаю, что очень заметно выросли именно внутренние личностные качества. То есть я стал менее зависим от мнения окружающих. То есть мне стало на самом деле даже все равно, кто что говорит за спиной, кто что думает за спиной. То есть это все отходит на второй план. То есть большее значение имеет то, что говорят о тебе люди там в твоей команде, в твоем бизнесе, как они развиваются, каких успехов они добиваются. То есть через время это выходит все на первый план, это становится самым важным. То есть твоя задача просто помочь людям, сделать их успешными, вывести их на новый уровень жизни, дать им новое качество жизни. И только в таком случае ты сам начинаешь зарабатывать деньги, и на самом деле это огромный кайф. Хороший пример. Вот у меня буквально сегодня двое партнеров моей команды закрыли очень высокие лидерские квалификации впервые. И то чувство радости, то чувство вот этого достижения, ну оно непередаваемо на самом деле. То есть искренняя радость за люди команды, за людей, с которыми ты работал бок о бок год, и когда они добиваются результата, ну это ничем не сравнимый кайф на самом деле. Согласна. Артем, а какие у вас есть секреты успеха, или вот что вам помогает сейчас не остановиться, а идти вперед к своим целям? Ну секрет успеха, на мой взгляд, главный секрет успеха то, что цели и мечты, они должны мотивировать. То есть чтобы вообще идти к этой цели, идти к мечте, она должна заставлять вставать с утра, она должна заставлять делать какие-то действия, то есть должна быть высокая мечта. У меня есть такая высокая мечта, я не знаю, есть ли смысл сейчас говорить об этом на публику, наверное, все-таки нет, но именно эта мечта заставляет меня не останавливаться. То есть я понимаю, что то, что я сделал сейчас, на данный момент, это очень маленький такой шаг на пути к этой мечте. И для того, чтобы к ней прийти в течение ближайших пяти-десяти лет, ну мне нужно еще сделать много-много-много подобных шагов. Поэтому всем тем, кто считает, что он хочет добиться огромных успехов в сетевом бизнесе, ему нужно ставить не небольшую цель какую-то локальную, например, хочу автомобиль от компании или хочу там что-то зарабатывать 100 тысяч в месяц, а ставить очень высокие цели, которые его реально будут зажигать, которые его реально будут мотивировать и не давать ему остановиться. И только тогда это будет являться огромной мотивацией. Артем, давайте вернемся в тот день, когда вы только пришли в компанию, подписывали Кодекс в компанию. Вот что бы вы самому себе, как новичку, в тот день сказали бы, может быть, посоветовали бы? Довольно интересный вопрос. Но я думаю, что я бы себе посоветовал на начальном этапе как можно больше действий. Почему? Потому что в тот момент я еще не очень четко понимал, что тот результат, которого достигает человек, придя в этот бизнес в первые месяцы, и когда он этот результат может показать, он очень сильно влияет на его дальнейшую карьеру вообще в сетевом или в конкретной компании. То есть любой быстрый результат, который делает новичок, он в дальнейшем продвигает этого человека и очень сильно. То есть если мы приходим в бизнес за первый месяц, два-три, достигаем там высокой квалификации, мы это показываем людям, то люди хотят идти за нами, люди хотят делать так же. И в то же время, если человек приходит, полгода не делает ничего, полгода делает очень медленно, там еще год раскачивается, то, естественно, мало кто захочет за ним идти, потому что они не хотят это повторять, они не хотят такую же динамику развития. Соответственно, пожалуй, я бы себе пожелал еще более активных действий на начальном этапе, то есть первый месяц гораздо более активного старта, потому что у меня определенное время заняло на раскачку, как я считаю. То есть втянуться в этот бизнес, понять, обучиться и так далее. Хотя, с другой стороны, сказать, что я недоволен тем, как все развивается, то есть с динамикой своего роста я тоже не могу. Артем, а вот вы сейчас такой состоявшийся лидер, да, и у вас есть в команде уже лидеры, которые только вот недавно закрыли какие-то звания. А вот есть ли у вас какие-либо критерии лидерства для вас, для ваших партнеров? На мой взгляд, главным критерием лидерства вообще, то есть является умение решать проблемы. То есть лидер – это человек, на котором заканчиваются все проблемы, то есть они не поднимаются выше. И когда в моей команде появляются люди, о проблемах которых я, может быть, не знаю, или знаю постольку, поскольку, то есть они не доходят до меня, тогда я понимаю, что вот это те самые люди, которые уже стали лидерами или приближаются к этому. Потому что есть огромное количество людей вообще в сетевом бизнесе, которые просто не привыкли решать проблемы, они не хотят их решать. Если у них возникает какой-либо серьезный вопрос, какая-либо проблема, сложность или в их команде, они тут же начинают эти проблемы перекладывать на вышестоящих наставников, вплоть до руководства компании обращаться. Но в первую очередь нужно уметь решать, решать эти проблемы самому, то есть брать ответственность за решение проблем, вопросов на себя. Вторым важным критерием лидерства, на мой взгляд, является ответственность за людей, ответственность за свою команду. То есть если мы пообещали человека привести к результату, то мы должны все сделать с ним для того, чтобы он достиг этого результата, то есть распланировать его, показать, какие шаги нужно делать, то есть направить его к этой цели. Ну, конечно же, только от самого человека зависит, сможет он этого добиться или нет. То есть наша задача только помочь ему это сделать. Еще одним важным критерием лидерства является само понимание, куда вот мы движемся, то есть видение, опять же, конечной цели, видение результата, видение вектора движения, развития команды, компании. То есть лидер – это тот человек, который сегодня идет туда, куда завтра пойдут остальные. То есть он немножко на шаг, на полшага всегда впереди остальных. На мой взгляд, это основные критерии лидерства, которые нужно себе развивать, вырабатывать и помогать себе расти с каждым днем. То есть если мы не будем расти, развиваться с каждым днем, не будем читать определенную литературу развивающую, не будем, может быть, смотреть какие-то обучающие, мотивационные ролики. Если мы не будем самосовершенствоваться, то в конечном итоге наш рост как лидера, он может просто остановиться. А этого ни в коем случае допускать просто нельзя. Артем, поделитесь, пожалуйста, на чем в настоящее время вы делаете акцент в работе? В настоящее время основным акцентом в работе является правильный запуск новичков, этот бизнес, правильное обучение со старта, правильное обучение первым шагам, основным принципом дубликации этого бизнеса, чтобы люди заходили с определенным набором, чтобы они начинали этот бизнес правильно, чтобы они не совершали тех ошибок, которые, возможно, совершил я где-то в начальных этапах своего бизнеса. Просто в силу незнания, в силу того, что, может быть, где-то что-то не объяснили, не рассказали, не понимали, опять же, наставники в свое время. То есть хочется, чтобы новички, которые начинают этот бизнес, шли по конкретной системе, начинали действовать, работать, добиваться результата. Потому что крайне важно, чтобы человек, который только-только этот бизнес начинает, на своем пути получил как можно меньше камней, как можно меньше препятствий, как можно меньше отказов. То есть, соответственно, чем больше людей будут правильно стартовать в бизнесе, тем больше людей будут в нем оставаться, они будут выпадать из бизнеса, из команды, из компании. И, соответственно, тем больше людей будут добиваться успеха. Вот это такой основной акцент работы, над которым я сейчас активно думаю, планирую, думаю, как это усовершенствовать, развить, чтобы это могло помочь в дальнейшем всей моей команде. Артем, вот наверняка за вашей спиной уже много целей поставленных и выполненных. А можете ли вы с нами поделиться, какие цели вы сейчас ставите перед собой, ну, например, на ближайшие пять лет? Очень хороший вопрос. На самом деле, на ближайшие пять лет у меня цель довольно глобальна, да, то есть, если мы берем сетевой бизнес, это цель вырастить в своей структуре как минимум 30-40 бриллиантов, человек в статусе бриллианта. Это, конечно, на данный момент кажется огромной просто целью, невероятной, но это основная задача, основная мотивация, то есть не только вырасти самому до какого-то уровня, а помочь вырасти людям, помочь вырасти команде. То есть мне очень приятно видеть, как люди, которые еще недавно были новичками, добиваются успеха, закрывают новые квалификации. И поэтому, чем хорош этот бизнес, что когда люди, которые находятся в твоей команде, добиваются успеха, ты, помимо морального вознаграждения, помимо радости за них, ты получаешь еще и финансовое вознаграждение. Если у тебя правильно построен бизнес, если у тебя несколько работающих веток, если у тебя все развивается динамично и правильно. Поэтому, на мой взгляд, в этом бизнесе важен успех каждого человека. каждого члена моей команды. И моя основная задача – помочь всем этим людям прийти к своей цели, добиться этого успеха. И я считаю, что в такой динамично развивающейся компании, как Armel, сейчас это можно сделать довольно за короткий срок. Артем, большое спасибо, что поделились своей историей, своим видением бизнеса, своими какими-то секретами работы. Я желаю вам достижения поставленной вами цели, да, и желаю вам даже больше 30-40 бриллиантов в вашу команду, и чтобы вы стремительно так же, как и начали свой бизнес, росли по карьерной лестнице вместе со своими лидерами. Спасибо вам большое за пожелания. Я, на самом деле, очень рад, что меня пригласили на подобное интервью, и я желаю огромного успеха вашему проекту, потому что он, на самом деле, очень ценен как для новичков, так и для лидеров, потому что позволяет узнать истории других людей, позволяет проанализировать свой бизнес, зарядиться мотивацией, зарядиться, опять же, видением. Большое спасибо еще раз за то, что вы делаете. Большое спасибо вам за отзыв. А вам, дорогие слушатели, напоминаю, что со мной на связи был лидер компании Armel, Артем Тимофеев. Вы обязательно подписывайтесь на новости нашей группы ВКонтакте «Путь от новичка до топ-лидера» и вместе со своей командой слушайте новые интервью и ищите новые идеи для роста и развития в вашем бизнесе. А я Татьяна Юрова, проект «Путь от новичка до топ-лидера». Успехов вам и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok